Идет волк, навстречу ему цыпленок. Волк обрадовался, думает, вот закушу цыпленком пальцем. Машет ему, цып-цып-цып, иди сюда, я тебя съем. Цыпленок испуган, дядя волк, можно я сбегаю маму приведу, а то мне страшно. Волк, беги, беги, да быстрее, приводи. Думает, больше мяса съем. Цыпленок отбежал в сторону, обернулся, показывает волку дулю, вот вам, у меня нет мамы, я инкубаторский, и убежал. Встретились два зайца, у одного перебита лапа, другой спрашивает, на охоте? На охоте. Охотник? Охотник. Подстрелил, да? Нет, наступил. Врача-ветеринара вызывает на дом женщина. Посмотрите, пожалуйста, мою кошечку. В последнее время она что-то странно себя ведет. Ветеринар осматривает кошку и говорит, через две недели у нее будут котята. Доктор, это абсолютно исключено, она живет у меня два года и ни разу за это время не выходила на улицу. Возмущенно возражает женщина. В это время из кухни, потягиваясь, выходит здоровенный кот. Скажу, вы мне голову морочите. Ей не надо было выходить на улицу, говорит ветеринар. Как вам не стыдно, доктор? Это же ее брат. Пока хозяев нет дома, вся домашняя живность решила обсудить свои текущие дела. Собрались клоп, таракан, жучки-паучки ждут. Сороконожку ругаются. Сколько ног, и так опаздывает позор. Наконец появляется Сороконожка, все набросились на нее, а Сороконожка отвечает, «Я что ли виновата, что какой-то умник вывесил на входе записку перед входом «Вытирайте ноги»?» Сидят под елью два мужика и пьют. А закусывать нечем. Видят, на еле сидит ворона с сыром в клюве и думает, как бы у нее сыр выманить. «Ворона, стакан есть?» «Нету». Сыр выпал, закусили. Еще захотелось выпить. Достали вторую бутылку. Опять закусывать нечем. Смотрят, а ворона уже с колбасой сидит. Ворона, стакан есть?» «Молчит». «Третий будешь?» «Буду». Колбаса выпала, закусили. И второй бутылки показалось мало. Достают третью. Опять закуски нет. А ворона с пирогом в клюве сидит. Мужики ее и спрашивают. «Ворона, стакан есть?» «Молчит». «Третий будешь?» «Молчит». Тут второй первому говорит. «Да отстань ты от нее, она уже пьяная». «А ты меня поил?» — заорала ворона. Пришла лягушка фотографироваться. Фотографу что-то не очень понравился рот лягушки. Он ей говорит. «Скажите, булочка с изюмом?» Она молчит. Фотограф опять. «Скажите, булочка с изюмом?» Лягушка долго думала, потом говорит. «Кекс». Поймал Винни-Пух золотую рыбку. Золотая рыбка его просит. «Отпусти меня, Винни. Я исполню любые твои три желания. Стоит тебе только подумать». Отпустил Винни-Пух золотую рыбку. Идет и думает. «Хоть бы меду поесть, что ли». И вдруг он очутился в дупле. А пчелы его жалют, кусают, не дают мед есть. Тут он подумал, чтобы все сдохли. Тут все пчелы умерли. Сидит Винни-Пух, довольный, мед ест. Мимо идет пятачок. Увидел Винни-Пуха в дупле и закричал. «Винни, Винни, я знаю где ты, я знаю, что ты делаешь. Дай мне тоже чуть-чуть». «Иди в жопу». «Ой, Винни, куда это я пошел?» Однажды царь зверей собрал своих подданных и говорит. «Признавайтесь, кто из вас убил самого последнего мамонта?» Ему никто не ответил. Он еще раз спросил. Снова молчание. Царь зверей разозлился. «Я последний раз спрашиваю, кто убил мамонта?» Тогда вышел муравей и сказал, он первый начал. Гер Пушке вернулся от ветеринара домой и, вздыхая, говорит жене. «Наш бедный песик, он всю дорогу скулил, скулил, будто хотел мне что-то сказать. Глядя на пса, супруга воскликнула, идиот, этот песик хотел сказать, что он не наш. Пожилая дама хочет приобрести попугая, продавец показывает ей птицу. «Ну что, дурачок, умеешь ты разговаривать?» спрашивает покупательница. «Разумеется, старая пугало, а ты вот умеешь летать?» Заяц жалуется льву, что к нему пристает медведь. Каждый раз, когда встречает, спрашивает, почему без шапки, и начинает бить. На другой день заяц шапку надел, встречает его медведь, почему в шапке и снова лупит. Вызывает лев медведя. Медведь, неужели ты не найдешь другого способа приставать к зайцу? Скажи ему, принеси яблоко. Он принесет красное, а ты скажи, что хотел зеленое. Даст закурить без фильтра, а ты скажи, что куришь с фильтром. Он даст тебе спичек, а ты скажи, что хочешь зажигалку. Встречает медведь-зайца, принеси яблоко. Красное или зеленое? Дай закурить. С фильтром или без? Дай огонька. Зажигалку или спичку? Почему без шапки? Новый раздел книги, который называется «Пациенты и врачи». Американского врача. Спрашивает знакомый. Послушай, старина, почему ты всегда выясняешь у пациентов, что они съели на обед? По их меню я ориентируюсь, сколько с них взять за прием. Доктор больному, вы знаете, что глубокое дыхание уничтожает микробы? А как заставить их глубоко дышать? Дышите. Не дышите. Не дышите. Не дышите. Выносите. Следующий. Здесь я не могу удержаться, чтобы не напомнить один эпизод из фильма «Мистер Питкин на войне». Когда он приходит, проходит медосмотр, и врач ему говорит, дышите, не дышите, дышите, не дышите, не дышите, не дышите, не дышите, не дышите. И Питкин падает. Далее по тексту. Грузин приходит к врачу. Доктор, у Менаны стоит. Может, у вас спит? Слушай, какой спит? Совсем умер. Этот больной нуждается в медицинском уходе. И чем дальше врач уйдет, тем лучше для больного. Домой врачу позвонили коллеги и пригласили прийти сыграть в карты. Срочный вызов, говорит врач жене, положив трубку. Что-то серьезное? Да, три врача уже там. Пациент у зубного врача трясется от страха. Врач предлагает ему рюмку коньяка. Когда тот выпивает, врач спрашивает, ну как, вы уже набрались смелости? Разумеется, пусть теперь кто-нибудь приблизится к моему зубу. Идет псих по больнице с окровавленным топором. Навстречу ему врач, ты что сделал? Ой, смеху-то Васильев из третьей палаты проснется, а у него голова в тумбочке. Психиатр, так вы говорите, что испытываете радость, когда выплачиваете налоги. И давно это у вас началось? В больнице больной. Сколько у вас рост? Один метр семьдесят пять, доктор. Я не доктор, я плотник. Пациент, входя к доктору, доктор, у меня голова кружится. Сам вижу. В сих больнице сестра-сестра, а что каша на двоих? Нет, на одного. А что муха жрет? Я в отчаянии. Помогите, доктор, мой муж пускает колечки дыма. Ну и что, какая ерунда. Я тоже так умею, когда курю. Может быть и ерунда, но мой муж не курит. Больной, помогите мне, доктор, я умираю. Доктор, сейчас помогу. В клинике идет операция по омолаживанию. Оперирует без наркоза. По мере того, как идет время, больной начинает вести себя все беспокойнее. И, наконец, громко плачет. Врач успокаивает его. Операция уже кончается. Через минутку боль прекратится. Я плачу не от боли, отвечает пациент. Я боюсь опоздать в школу. Сумасшедшие играют в войну. Один бьет другого по голове доской. Испуганный врач спрашивает. Тебе не больно? Нет, я же в танке. Пациент хирургу. Доктор, у меня все болит. Ткну пальцем в живот больно, ткну в бок больно, в голову тоже. Доктор осмотрел его. Да у вас же палец сломан. Врач смотрит рентгеновские снимки больного. Сколько вам лет, больной? Будет сорок. Не будет. Не будет. А вот моему другу доктор прописал лечебное голодание аж на месяц. На месяц? Это ж сколько денег он сэкономил? Да уж немало. И на похороны хватило, и на девять дней, и на сорок дней, кажется, осталось. Муж купил в аптеке пару пузырьков лекарства на спирту. Я похмелился. Приходит домой и начинает корчиться от боли. Жена скорую вызвала. Врач посмотрел на пузырьки и сказал, скоро пройдет. Да что с ним спрашивает жена? Ничего страшного. Это лекарство дают по три капли роженицы при искусственных родах, чтобы таз раздвинуть. Районный психиатр звонит больному домой. К телефону подходит жена. Врач спрашивает. Клавдия Ивановна, как чувствует себя ваш муж? Больше не считает себя Наполеоном? Спасибо, доктор. Ему явно лучше. Раньше он звал меня Жозефиной, а теперь так уважительно говорит. Здравствуйте, Раиса Максимовна. Но для тех, кто не помнит, напомню, хотя, может быть, сейчас и грех по поводу этого имени шутить, она тяжело больна. Раисой Максимовной зовут жену Михаила Сергеевича Горбачева, первого президента СССР. Далее по тексту. Пациент говорит психиатру, мне нужна ваша помощь. А кто вы по профессии? Психиатр. Так что же вы сами себя не лечите? Видите ли, я беру слишком дорого. Мужчина приносит на анализ пятилитровую банку мочи. И врач говорит, а вы не могли с собой еще два чемодана кала принести? Ой, как сердцем чувство. Пожалуйста. Школьный учитель пришел к своему соседу, врачу-хирургу. Поболтали о том, о сем. Выпили по рюмочке вина. Когда гость уже прощался у выхода, хозяин сказал, передавайте привет супруге. Кстати, как ее здоровье? Видите ли, я, собственно, по этому поводу и пришел. Она упала с лестницы и лежит сейчас внизу без сознания. Пришла бабуля в больницу на обследование, идет по коридору, навстречу и врач в белом халате. Сыночек, скажи, где здесь глазник? Бабушка не глазник, а окулист. Ну да, сыночек, окулист. А где здесь зубник? Не зубник, бабушка, а стоматолог. Ой, спасибо, сыночек. А ты кто такой будешь? А я, бабушка, гинеколог. А по-твоему, мандюк. К врачу-гинекологу приходит мужчина и начинает умолять его, чтобы он помог ему забеременеть и родить ребенка. Два часа морочил ему голову. Наконец, врачу надоело. Он подвел его к окну и говорит. «Видите, портной Рабинович? Он мудрый человек. Пойдите к нему. Он даст вам совет». Пациент ушел. Через месяц врач встречает этого мужика с большим животом, и тот, довольный, говорит врачу. «Доктор, спасибо за совет». «Так, все хорошо. Я уже беременный. Живот вырос. Схватки начинаются. Наверное, на днях рожу». Потрясенный врач прибежал к Рабиновичу. «Скажите, что вы сделали тому мужику, который хотел забеременеть?» «Ой, он мне так надоел, что мне пришлось зашить ему жопу». Один пациент жалуется на то, что у него каждое утро в шесть часов стул. «Ну, это не так страшно». «Да, но просыпаюсь я только в семь. Всех врачей обходил, и никто не может мне помочь». Наконец обратился к психиатру. После сеансов психотерапии человек воспрянул духом. «Ну как, избавился от своего дискомфорта?» «Нет, все по-прежнему, но теперь я получаю от этого удовольствие». На приеме у зубного врача пациент. После нескольких попыток вырвать больной зуб, врач говорит ему, «Пусть тебя паровоз дергает». Через неделю врач встречает пациента без зубов. Что случилось? «Да сделал, как вы говорили, привязал зуб к последнему вагону состава, поезд тронулся, три вагона сошли с рельсов, а зубы? А зубы мне начальник станции выбил». «Удивительно! Ты раз в месяц ходишь к врачу на осмотр. Зачем? Ты ведь абсолютно здоров. И каждый раз платишь врачу. Да, хожу. И, конечно, плачу. Врач тоже хочет жить. Но врач выписывает тебе лекарства, и ты покупаешь их в аптеке. Опять трата денег. Аптекарь тоже хочет жить. А ты принимаешь эти лекарства? Нет, я их выбрасываю. Я ведь тоже хочу жить». «Женщина жалуется доктору-психиатру. Доктор с моим сыном что-то неладное. Все свободное время он проводит в песочнице лепить куличики. Для детей это вполне нормальное занятие. Не понимаю, почему это вам не нравится. Не только мне. Его жена тоже недовольна». «В нашей больнице новые правила», — объясняют больному в приемном отделении. «Сразу после операции вы сами идете в палату. На следующий день пять раз обходите больницу. На третий пробегаете три километра. Вопросы есть?» «А во время операции можно полежать?» «Давайте определим причину вашего невроза», — сказал психиатр пациенту. «Скажите, что у вас за работа?» «Я сортирую апельсины». «Так, так. Рассказывайте поподробнее». «Целый день вниз по желобу скатываются апельсины. Я стою внизу и должен их сортировать. В одну корзину большие, в среднюю поменьше и в маленькую маленькие». «Ну а в чем причина нервничает на этой спокойной работе?» «Да поймите же вы, наконец, что целый день я должен принимать решение, решение, решение у психиатра. «Доктор, помогите. Каждое утро, просыпаясь, уставший, как лошадь, весь в поту, днем хожу разбитый, а все потому, что мне снится один и тот же сон, приходит мужик и заставляет меня до Калуги телегу толкать. А вы ему скажите, что теперь не ваша очередь теперь телегу толкать, а, например, моя. А? Спасибо, доктор. Через несколько дней к этому доктору приходит еще один пациент. «Помогите, доктор. Каждое утро встаю весь разбитый, прямо жить не хочется. Мучает один и тот же сон. Приходят ко мне три женщины и заставляют меня их удовлетворять. Очень устаю». Доктор вздыхает. «Ну что ж, а ты пошли одну ко мне, будет полегче». «Хорошая идея, но почему только одну, может, всех или хотя бы двух?» «Двух не могу, мне еще телегу до Калуги толкать». «На приеме у психиатра». «Доктор, у меня расстроение личности. Я думаю одно, говорю другое, а делаю третье. Это доказывает лишь то, что вы вполне нормальны». Петров, ампутация правой ноги. Тюк. Иванов, ампутация левой ноги. Тюк. Сидоров, ампутация правой руки. Тюк. Я сказал руки. Тюк. Я сказал правой. Тюк. Гинеколога судят за убийство проститутки. Как же вы до этого докатились? Да я на работе делаю в день по 200 абортов. Домой прихожу. Жена говорит, сделай аборт, мы третьего ребенка не прокормим. Потом старшая приходит, папа, сними спиральку, я хочу ребенка завести. Потом младшая, папа, вставь спиральку, я в пионерлагерь еду. Вышел на улицу отвлечься, а тут это стерва в парадном. Дай четвертак, что-то покажу. Эта собака спасла мне жизнь. Как это случилось? Когда я болел из районной поликлиники, пришел врач, и она не пустила его в дом. Доктор, говорит ассистент, больной Петров из пятой палаты чувствует себя все хуже и хуже. Надо говорить, больной думает, что ему все хуже. Это новейший взгляд на субъективное ощущение больных. На следующий день ассистент подходит к доктору. Доктор, больной Петров из пятой палаты думает, что он умер. Сломал мужик челюсть, лежит в больнице, челюсть в гипсе, вся голова перевязана, приходит жена. Вася, дорогой, как же тебя так? А я тебе ж сушечек ванильных принесла. Ох, да ты же их кушать не сможешь. Ну ты их в чае размочи и кушай, кушай. А вот еще сухариков ванильных купила. Ой, они тоже твердые. Ты их в чае размочи. Ну ладно, я пошла домой. Уже в дверях. Вась, что тебе завтра принести? Вася сквозь зубы. Орехов, зараза, орехов. Художник спрашивает у хозяина галереи, интересовался ли кто его картинами. Да, один человек все расспрашивал, будут ли в цене эти полотна после вашей смерти. Я сказал, что безусловно. И тогда он купил сразу 15 картин. Прекрасно. Кто же это был? Да ваш лечащий врач. Врач на утреннем обходе спрашивает медицинскую сестру, какая сегодня температура у больного из пятой палаты? Я точно не знаю, доктор. Что значит не знаю? Это ваша обязанность? Дело в том, что сегодня ночью его от нас перевели. Куда? В морг. Старушка на приеме у психиатра. Бабушка, бабушка, скажите мне, а какое сейчас время года? Лето. Так, бабушка, но какое же лето, когда на улице так холодно? Лето. Ну, бабушка, вы посмотрите в окно. Там ходят все в шубах, в пальто. Лето. Бабушка, посмотрите на градусник, ведь минусовая температура. Лето. Лето. Бабушка, ну посмотрите, ведь кругом снег, на деревьях такой красивый снег. Хреновое лето. Комиссия наблюдает, как проходит обед в сумасшедшем доме. Все спокойно, но один больной не ест. Комиссия обращает на это внимание дежурного врача. Что с тобой, Фредди, почему ты не ешь? Доктор, можно я сначала схожу в туалет? Конечно, Фредди, у этого больного явная тенденция к выздоровлению, обменивается мнениями члены комиссии. Больной тем временем никуда не уходит, замирает, на его лице появляется выражение блаженства. Спасибо, говорит он через несколько секунд. У психиатра. Доктор, я по поводу жены. У нее навязчивая идея, будто кто-то собирается украсть ее платье. Вы в этом уверены? Естественно. Она даже наняла специально человека, чтобы он их караулил. Я обнаружил его в шкафу вчера вечером. Больной приходит к врачу. Врач, на что жалуетесь? Сильная боль в желудке. А что вы ели на завтрак? Баунти. А-а-а! Ну тогда в рай, в рай. Доктор, на что жалуетесь? Спрашивает больного. Сердце пошаливает. При каких обстоятельствах? Да при обыкновенных. На одну залезу нормально, на вторую задыхаюсь, а на третью уже не могу. Ну, вы, папаша, герой, в 70 лет-то. Я вот на 30 годков вас моложе, а меня ни на одну не хватает. Вы о чем, доктор? О женщинах, конечно. А я о ступеньках. Кажется, вы у меня уже были, спрашивает врач пациента. Напомните-ка мне вашу фамилию. Семенов. Плюврит? Нет. Николай. Новый раздел книги называется «Уголовный юмор». Судья спрашивает преступника. Так вы утверждаете, что все кражи вы совершили один, и у вас не было помощника? Так точно. Ведь теперь так трудно найти честных людей. Свидетель, вы обязаны говорить правду и только правду. Понятно, господин судья. Что вы можете сказать по данному делу? А что можно сказать при таком условии? Проверяющий из министерства говорит начальнику исправительной колонии. Вы знаете, я несколько удивлен. У вас очень неважно с охраной, а никаких побегов. А я осужденным каждое утро сообщаю об очередном повышении цен. Банкир обвиняется в мошенничестве. Плохо дело, говорит ему адвокат. Пахнет минимум пятью годами. Сделай все, чтобы дали хотя бы год, просит банкир. Денег я не пожалею. Адвокат нажимает на все рычаги и добивается одного года тюрьмы. Выйдя из заключения, банкир собирает в ресторане всех, кто старался помочь ему в беде. Вино льется рекой, гости веселятся от души. Адвокат подходит к банкиру и говорит, если бы вы знали, чего мне стоило добиться для вас года тюрьмы. Спасибо, бормочет, растроганный банкир. Да, это было так трудно. Идиоты присяжные хотели вас оправдать. Витцина, Маргунова и Никулина судят за избиение на улице человека. Судья спрашивает у Витцина, чем вы его били? Палкой. Дали ему три года. А ты чем бил, спрашивают у Маргунова, кирпичом. Тоже три года получил. Задают тот же вопрос Никулину. Пепельница, отвечает тот. Ну, пепельница, штука несерьезная. Дали ему два года. Условно прошло три года. Витцина и Маргунов вышли из тюрьмы, встречает Никулина. Ты где на улице пепельницу взял? Да она около магазина стояла. В кабинете психиатра. На что жалуетесь, спрашивает врач. Мне постоянно кажется, что меня кто-то преследует. Давно это с вами? С тех пор, как я бежал из тюрьмы. К вам пришли на свидание, Иван Петрович, говорит тюремчик заключенному. Скажите, что меня нет. По тюремному двору гуляют два зэка. Слушай, что такое теория относительности? Это очень просто. Вот что ты, например, сейчас делаешь? Хожу. А это тебе только кажется. На самом деле ты сидишь. Судья обращается к подсудимому. Можете вы доказать свою невиновность? Конечно, но дайте мне подумать. Хорошо, даю вам на это пять лет. Судья, следующего, кто нарушит тишину в зале, я выгоню вон на улицу. Подсудимый. Ура! Чтобы сегодня в камере все блестело, приказывает тюремный надзиратель заключенному. Скоро здесь будет начальник. А его-то за что? Прокурор подсудимый совершил преступление. Редкая по смелости, ловкости и богатству фантазии. Подсудимый. Нечего меня захваливать, я все равно не признаюсь. Следователь обращается к гражданину. Вас вчера вечером встретили двое? Да. И что они вам сказали? Чтоб я снял сапоги. И вы сняли? Снял сначала с одного, а потом с другого. Слушается дело об изнасиловании. Потерпевшая, почему вы не кричали, когда вас насиловали? А он меня шантажировал. Каким образом? Он сказал, будешь кричать, выну. А решетки на окнах зачем? Для надежности, глупости, что в такой тюрьме можно украсть? Был объявлен международный конкурс медвежатников. Условия конкурса такие. Два медвежатника входят в комнату, в углу которой стоит сейф с миллионом долларов. На минуту выключается свет, через минуту свет включается. Если за это время медвежатники открыли сейф, миллион принадлежит им. Первыми в комнату вошли двое американцев. Через минуту включили свет. Они только вскрыли первую дверь и вышли к коду сейфа. Затем пошли французы. После включения света обнаружилось, что они только-только занялись кодом. Третьими в комнату вошли русские. Через минуту стали включать свет, а он не включается. Неожиданно в темноте прозвучал голос. Вань, у нас же в сумке миллион. Лампочку-то зачем вывернул? Начальник тюрьмы говорит заключенному. Произошло досадное недоразумение. Вы отсидели на месяц больше, чем положено. Ничего, отвечает тот. Вы мне это зачтете в следующий раз. Судья, согласно вашей жалобе, обвиняемый сказал, что вы дурак. Это правда? Чистая правда. Так на что же вы жалуетесь? Жена пришла к мужу на свидание. Дети уже начинают задавать вопросы. Где их отец? Нет. Куда ты спрятал награбленное? Сидят зэки в камере. На столе пайка хлеба. Вдруг забегает крыса, хватает хлеб и убегает. Один из зэков снимает башмак. И уже перед самой норкой убивает крысу. Тут один зэк говорит. Вот мы все сидим здесь, воры. Крыса украла у нас хлеб. Значит, она тоже вор. А раз она вор, она наш товарищ. А ты убил нашего товарища. Если не придумаешь отмазку, тебе будет плохо. Ну, раз она ваш товарищ, так что ей западло было посидеть с нами? Репортер сообщил из здания суда, обвиняемый приговорен к пожизненному заключению. При этом ему зачтен 191 день ареста, пока продолжалось следствие. А теперь скажите мне, почему вы выстрелили своего товарища на охоте? Я подумал, что это лось, господин судья. И когда вы поняли, что ошиблись, когда лось начал отстреливаться? На заседание суда был письменно вызван свидетель. Письмо вернулось с пометкой, адресат умер. Желая проверить это сообщение, секретарь суда послал вторичное приглашение. На этот раз оно вернулось с пометкой, адресат все еще мертв. Судья спрашивает обвиняемого. Вы признаете, что ударили потерпевшего кирпичом по голове? Я признаю, но кривые ноги у него были еще до этого. В тюрьме идет собрание, ведущий. А теперь хочет выступить товарищ Петров. На трибуну выходит Петров. Да я в натуре, бля, буду век воли не видать, пускай сами видал я. Ведущий, а ведь правильно, товарищ Петров, говорит. Неудобно работать лопатами с короткими черенками. Жена пришла в тюрьму на свидание к мужу и говорит, постарайся немного загореть. Я сказала соседям, что ты уехал в Африку. Муж заподозрил жену в измене, не находил себе места и начал готовиться к пущению. Нашел наемного убийцу. Запомни, сказал он, даю тебе тысячу рублей. Но хочу, чтобы все было покончено двумя выстрелами. Одним убита в голову жена, вторым лиши достоинства этого паршивца. Сам уехал в другой город и стал ждать телефонного звонка. В назначенное время звонок раздался. Муж схватил телефонную трубку и слышит, все в порядке. Обошелся одним выстрелом. С вас пятьсот рублей. Допрос по делу об убийстве Ивана Сидорова. Когда вы в последний раз видели гражданина Сидорова? На его похоронах. Он что-нибудь говорил при этом? Старый адвокат советует начинающему коллеге. Постарайтесь, чтобы ваша речь в суде была как можно длиннее. Чем дольше вы будете говорить, тем дольше вас подзащитный будет на свободе. Тюремный надзиратель коллеги. Знаешь, Джон, меня начинает беспокоить заключенный номер 72. Он уже третью ночь не ночует в камере. А теперь расскажите, как вы открыли сейф. Это невозможно, господин судья. В зале полно конкурентов. В камеру смертников ходит надзиратель. Ты знаешь о том, что тебя завтра на зале расстреляют? Да. А знаешь о том, что тебя спросят о последнем желании? Да. Слушай, братан, тебе ведь уже все равно. Попроси, чтобы мне оклад повысили, а? Уголовная хроника. Преследуя хулигана, старшина Никодимов выстрелил в воздух, но не попал. Гадалка предсказывает жене миллионера. Приготовьтесь, мадам. Скоро ваш муж умрет страшной смертью. А меня оправдает, спрашивает та. Идет суд. На скамье подсудимых старый рецидивист и совсем еще салага. Салага спрашивает. Вон тот с зелеными петлицами лесник, что ли? Ага, лесник. В прошлый раз мне такую делянку выделил, что я десять лет лес валил. Поздно вечером на одной из безлюдных улиц Нью-Йорка к прохожему подходят несколько человек подозрительной наружности. Нет ли у вас пары спичек, спрашивает один из них. Прохожий облегченно вздыхает. Берите коробку. Нет, нам нужны всего две спички, чтобы разыграть ваш портфель. — Сержант, — сказал американский офицер, — проверьте анкету рядового Хэммонда. Стреляя на полигоне из револьвера, он каждый раз тщательно стирает отпечатки своих пальцев. Судья, признайтесь, вы дали этому человеку оплевуху? Обвиняемый. Нет, господин судья, потерпевший. Он лжет. Обвиняемый. Заткнись, иначе получишь еще одну. Ведет ли еще адвокат, снимающий у вас квартиру, ваш процесс? Да, но теперь мы снимаем у него угол. Заключенный рецидивист, размазывая руками слезы, показывает сокамернику письмо от пожилой американки, любящей утешать осужденных. «Мой дорогой номер 718-324, в следующий вторник я навещу тебя». Эта фраза, видимо, правильно читается так. «Мой дорогой номер 718-324, в следующий вторник я навещу тебя. Теперь, когда мы уже хорошо знакомы, я надеюсь, что смогу называть тебя более ласково. 718-й». «В суде идет бракоразводный процесс. Почему вы хотите развестись с женой? Она храпит. Но это еще не причина. Но она храпит каждый раз с другим. Идет суд. Подсудимый, признаете ли вы себя виновным в изнасиловании? Нет, я ее трахал раком, она могла уползти. Тюремный священник зашел в камеру к вору-лицидивисту. «Не падай духом, сын мой. Когда тебя выпустят отсюда, я постараюсь тебе помочь». «Спасибо, отец», — ответил растроганный вор. «Но это вам не под силу. Воровство — дело сложное. Тут нужна большая практика». В американской тюрьме ведут преступника на электрический стул. «Палач, пожалуйста, дайте нам адреса ваших ближайших родственников. Чтобы выдать им мой прах? Нет, чтобы выслать им счет за электричество». В камеру американской тюрьмы приводят второго заключенного. Сидевший там арестант спрашивает новичка, «На сколько лет сюда? На 25. Тогда ложись на койку у двери. Тебе выходить раньше, у меня срок 30». Он был совсем еще начинающим грабителем. Он направил пистолет на жертву и сказал «руки вверх» или «что» или «не сбивайте меня. Это моя первая работа». В лагере один заключенный подходит к другому, хлопает по плечу. «О, Билл, сколько лет, сколько зим!» Потом внимательно всматривается и говорит смущенно, «Простите, я ошибся номером». Судят известного гангстера. Адвокат так усердствует, расписывая достоинства своего подзащитного, что тот в конце концов не выдерживает. «Я заплатил ему 100 тысяч, а он защищает кого-то совершенно другого». «Слушается дело о разводе. Жена толстенькая, маленькая, муж тощий, длинный. Судья и заседатели — женщины. Судья». «Женщина, почему вы решили развестись?» «Не могу я так больше. Чем больше я его кормлю, тем он чаще на меня лезет». «Судья мужу, что вы можете сказать по этому поводу?» «Мне бы сейчас пол тарелочки супу, я бы всех вас тут трахнул». «Как пользоваться автоматом для получения денег?» «Первое — зайти в отделение банка». «Второе — достать автомат». «Третье — получить деньги». «Три часа ночи милиционер задержал мужчину с большим чемоданом». «Стой, что у тебя в чемодане?» «Еще не знаю». «Взволнованный мужчина вбегает в магазин по продаже оружия. Мне нужен пистолет. Вы хотите убить жену?» «Спрашивает продавец». «Нет, тещу. Тогда приходите завтра. Сегодня вы в таком состоянии, что можете промахнуться». «В целях пропаганды опыта тюрьмы Нью-Йорка и Москвы обменялись заключенными сроком на один месяц. В средине срока заключенные выступили с заявлениями. Русские потребовали пожизненного заключения. Американцы немедленно смертной казни». «Адвокат, сколько стоят ваши услуги?» «Адвокат, сколько стоят ваши услуги?» «Два ответа на два вопроса сто долларов. Какой у вас второй вопрос?» «Вор спрашивает черную кошку, которая перебежала ему дорогу, когда он шел на дело. «Какая сволочь тебя сюда послала?» «Мур», — ответила та. «Ну, для тех, кто не знает, напомню. Мур — сокращенное название московского уголовного розыска». «В тюрьме проверяющий спрашивает заключенного. Почему вы здесь? Так ведь не выпускают?» «Следователь Гдлян допрашивает узбекского мафиози. Героями перестройки начала девяностых годов были два следователя — Гдлян и Иванов. Они занимались расследованием какого-то сумасшедшего узбекского дела, связанного с миллионами рублей, что по тем временам составляли и сумасшедшие деньги в переводе на доллары. Вот анекдот, связанный с этими следователями. Следователь Гдлян допрашивает узбекского мафиози, не знавшего русского языка. Переводчик переводит речь следователя. Следователь спрашивает последний раз, «Где спрятаны золото и драгоценности, иначе тебя сейчас же расстреляют?» Испуганный мафиози говорит на родном языке. «Они зарыты рядом с домом у Арыка три шага к востоку». Гдлян спрашивает переводчика, что он сказал. Переводчик отвечает, «Он сказал, стреляй, сволочь, все равно ничего не скажу». Карл пришел к учителю музыки на очередной урок. Когда он открыл футляр своей скрипки, учитель в изумлении воскликнул, что ты принес вместо скрипки автомат. «Черт подери, а ведь вы правы, интересно, а что будет делать папаша со скрипкой в банке?» Сидят два зэка в одной камере, один говорит, «Сейчас бы сюда колбасы». «Да, неплохо бы», — говорит второй. «Ты кусь, я кусь, ты кусь, я кусь, кусь». Удар табуретом по голове. «Ты чего дерешься? Нечего два раза кусать». Заключенный пишет письмо жене. «Пришли мне несколько напильников. Мы здесь все собираемся после обеда и делаем себе маникюр». «Судья подсудимому, ваши три последние желания. Подсудимые любые. Судья, да, любые. Подсудимые пулемет, патроны. И держитесь, гады!» Один американский журнал организовал конкурс для выявления самого верного, самого трезвого, одним словом, самого добродетельного мужчины. Одно из писем, полученное в редакции, гласило, «Я не пью, не курю, верен своей жене и никогда не заглядываюсь на чужих женщин. Я очень много работаю, у меня не остается времени ни на кино, ни на театр. Я рано ложусь и встаю на рассвете. Каждое воскресенье я хожу в церковь. Кстати, срок моего заключения кончается всего лишь через год». Начальник тюрьмы спрашивает нового надзирателя, «Вы уверены, что справитесь с нашими головорезами?» «Конечно, сэр. А те, кто не будет подчиняться, я выгоню вон». Сидят зэки в камере. Скучно. Все картежные игры переиграли вдруг. Заводят к ним новичка. Зэки к нему. «В карты играть умеешь?» «Ну, умею». «Какую игру?» «Монтану». «Давай сыграем». «Ну, давайте». Сели на нары. Новичок раздал по карте. После того, как зэки сдали деньги в банк, открывает новичок свою карту и говорит, «Монтана, я выиграл». И забирает все деньги. Зэки в недоумении. «Так в чем же суть игры-то?» спрашивают они. «Кто первый берет карту и говорит «Монтана», тот и выиграл», отвечает новичок. «Ну, давай еще раз сыграем», говорят зэки. Опять сдали по одной карте, деньги положили в банк. Зэки хватают карту. И орут на перебой «Монтана», «Монтана». Новичок берет карту. «Не повезло вам, ребята». «Козырная Монтана» и забирает деньги из банка. Комиссар полиции с сочувствием смотрит на убитую горем вдову, облаченную в траур. «Мадам, не могли бы вы сообщить мне последние слова вашего несчастного мужа?» «Уф!» — схлипывает жена. «Он сказал, хватит меня мучить этим револьвером. Из него и в ворота нашего двора не попадешь». «Как только у вас поднялась рука через две недели после свадьбы так избить свою жену три месяца тюрьмы? Господин судья, неужели вы хотите испортить нам медовый месяц?» «Жена гангстера удивляется. Ты надеваешь на пистолет глушитель? Да, сегодня я буду работать в читальном зале. В Грузии идет суд. Судья, ты за что его убил? За мечту. Развисни суду. Я не за то его убил, что он спал с моей женой и тещей дегустатор, понимаешь? Не за то, что он спустился по водосточной трубе из моего окна каскадер, понимаешь? А за то, что он сказал, «Я еще сюда вернусь, мечтатель, понимаешь?» «Мимо Сократа пробежал человек, вслед за ним через несколько секунд второй, который, очевидно, преследовал первого. Он спрашивает Сократа, здесь не пробегал убийца? А кто такой убийца? Это тот, кто убивает другого человека. Палач? Нет. Который убивает другого человека без приговора. Воин? Нет. Это тот, кто убивает другого человека в его собственном доме. А, это врач? Нет. Не пробегал.